Привет! В прямом эфире «Голос Америки». Вы смотрите брифинг в студии Варвары Макаревич, 18 февраля. Самое время поздравить с днем рождения вдову Джона Леннона, известную авангардистскую художницу Йоко Оно. А еще сегодня в Америке праздник, приуроченный к дню рождения Джорджа Вашингтона – президентский день. Хотя сам день рождения Вашингтона – 22 февраля. Но в 70-е годы Конгресс объявил об учреждении единого праздника в честь всех бывших президентов США. А тем временем действующий президент США Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира. Как говорится, от чего добился ты? Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что вице-премьер Японии Синзо Абе передал ему, цитата, «копию письма, которую тот направил людям, выдающим вещь, которую называют Нобелевской премией». Однако Трамп выразил сомнение, что ему дадут эту престижнейшую награду, в отличие от президента Барака Обама, который, цитата, «вероятно, и сам не знал, за что получил ее». Обама был награжден Нобелевской премией мира в 2009 году. К тому моменту он руководил США менее года. Комментируя новость, он сказал, «Честно говоря, я не думаю, что я заслуживаю нахождения в компании столь многих великих фигур, изменивших мир, которые были награждены этой премией». Статус Нобелевской премии мира гласит, что человек или организация не имеют права самостоятельно выдвигать свою кандидатуру. Это могут делать главы государств, члены правительства национальных парламентов, судьи международных судов, члены ряда международных организаций, профессура, нобелевские лауреаты и прочее. Ежегодно Нобелевский комитет выбирает победителя из сотен предложенных номинантов. В этом году на наиболее престижную премию претендуют 304 номинанта. Их имена и спонсоры подателей заявок держатся в секрете на протяжении 50 лет. В Японии заявление президента США стало небольшим сюрпризом, поскольку отношения Трампа и Абы далеки от идеальных, а популярность Трампа в стране невелика. Так, проведенное в конце прошлого года исследование Pew Research Center показало, что Трампу доверяют 30% японцев. Обама в конце своего президентства имел рейтинг в 78%. После этого две японские газеты, Асахи и Ио Миури, со ссылкой на анонимные источники, сообщили, что Белый дом попросил Японию номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Синдзе Абе и Йосихиде Суга, генеральный секретарь Кабинета министров Японии, который обычно озвучивает позицию правительства страны, отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Президент Дональд Трамп решительно стремится добиться ядерного разрушения Северной Кореи, и правительство Японии высоко ценит его лидерство. Сторонники Трампа уверены, что он, безусловно, заслуживает Нобелевскую премию мира. В прошлом году Дональд Трамп также был номинирован на Нобелевскую премию группой республиканских законодателей за те же достижения – разрешение кризиса с Северной Кореей. Критики напоминают, что, несмотря на прекращение провокационных ракетных и ядерных испытаний, Киньян недалеко продвинулся на пути разоружения. Ранее Трамп неоднократно декларировал. Я хочу добиться мира. Вторая встреча Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится в конце февраля. Осенью станет известно, получит ли Трамп Нобелевскую премию мира. Может быть, в ближайшие годы мы увидим вот этих ученых в списке номинантов на Нобелевскую премию. На отдаленном форпосте на краю Антарктики, в сотнях километров от южной оконечности Чили, команда ученых изучает лед для поиска ответов на многие вопросы – от изменения климата до лекарства от рака. На чилийской базе Эскудера на острове Кинг-Джордж 300 ученых из разных стран, сменяя друг друга, работают в не самом приятном климате Антарктики. Чилийский арктический институт помогает в исследовании биомолекулы под названием антартина. Ее добывают из местного растения – луговика антарктического. Эксперименты на мышах показали, что эта молекула эффективна при лечении рака кишечника, печени и желудка и не дает побочных эффектов. Другая команда ученых исследует лишайник, который может помочь в лечении болезни Альцгеймера, и энзимы, которые помогают убрать лактозу из молока. Однако основным предметом исследования остается изменение климата. В этом месяце многонациональная команда ученых попыталась выяснить, что именно приводит к разрушению шельфовых ледников. Образование зазоров на поверхности платформ увеличивает вес над платформами и приводит к образованию трещин во льду, которые, предположительно, провоцируют таяние льда и последующие обрушения. В 2017 году айсберг, превышающий размерами остров Тринидад, откололся от Антарктиды, что вызвало серьезное беспокойство из-за опасности повышения уровня океана и увеличения риска кораблекрушений. Шельфовые ледники защищают основную массу антарктического ледника от таяния. Айсберги и раньше откалывались от побережья Антарктиды, но в последние годы это происходит все чаще. Сегодня с изменением климата, когда гораздо больше снега тает на поверхности, в снегу будет удерживаться в разы больше воды, что опять же приведет к тому, что платформа будет гораздо тяжелее и в конце концов отколется от ледника. По данным исследования, опубликованного в январе этого года, потери льда в Антарктиде с 2009 по 2017 годы составили около 252 гигатонн льда в год, в то время как с 1979 по 1990 годовые потери льда были около 40 гигатонн. Люблю наблюдать за географией наших зрителей. Москва, Чикаго, Брест, Гомель, Казахстан. Вам тоже большой привет, ну а мы переносимся в Ниццу. Несмотря на то, что традиционный тематический карнавал в Ницце в этом году был посвящен кино, участники нашли возможность высказаться на самые разные темы. И тут не обошлось без Трампа. В минувшую субботу в Ницце вот уже в 135-й раз прошел карнавал. В этом году тематикой карнавала стало кино. Организаторы праздника решили отметить столетие Victorine Studios, легендарной для французской кинематографии студии на Лазурном берегу. На изготовление надувных фигур у художников уходит несколько недель. В основном на карнавале были представлены различные персонажи из фильмов, герои комиксов и просто фигуры, изображающие знаменитых актеров. Но художникам ничего не мешало высказаться и на свободную тематику. Например, одной из самых любимых работ у зрителей оказалась фигура Дональда Трампа в образе клоуна из фильма по роману Стивена Кинга «Оно». Обратите внимание, в руках у клоуна Эммануэль Макрон в «Желтом дождевике». Фигура Владимира Путина в том же образе посетила карнавал, правда, с меньшим размахом. Среди прочих фигур можно было заметить и Харви Вайнштейна. Суд по делу о сексуальных домогательствах состоится в мае. Более 70 женщин выдвигают против него обвинения. Продюсер утверждает, что все его связи произошли по обоюдному согласию. Но, конечно, посетителям важнее атмосфера праздника, нежели сатира. Вот вам, пожалуйста, настроение, великолепное зрелище. Все проходит миролюбиво, все в хорошем настроении и счастливы проводить время вместе. Супергерои среди нас. Местный пауэрлифтер из штата Мичиган стал местным супергероем. Его быстрая реакция спасла жизнь человеку, который оказался под перевернутым автомобилем. Райан Белчер тренируется в спортзале пять раз в неделю. Спорт – его жизнь. Именно ему он обязан своей невероятной мощью, которая так пригодилась ему, когда была нужна больше всего. Я просто поднял и стал тянуть автомобиль изо всех сил. Райан – необычный пауэрлифтер. Это странно, но я предпочитаю не знать вес предмета. В четверг в 4.30 утра Белчер был на работе и услышал громкие звуки на перекрестке, где находится его офис. Я услышал громкий удар. Когда я выглянул, я увидел толпу людей и этот перевернутый автомобиль. Моё первое желание было убежать. Искореженный джип лежал на крыше, а в нескольких метрах от него – машина с разбитым передом. Когда я подошел к разбитой машине, я увидел много крови. Я убедился, что с водителем все в порядке. Тогда Райан отправился к человеку, который оказался зажат под джипом. Половина его тела была под автомобилем, половина – снаружи. У меня не было выбора – или спасать его, или стоять там и сомневаться в себе. Поэтому я просто сделал то, что должен был. То, что произошло дальше, Райан описывает так. Окей, я должен быть здесь. Вот то место, где я могу помочь и использовать всю свою силу, чтобы все мои тренировки принесли пользу. Оба водителя сильно пострадали. Кто знает, что случилось бы, если бы Райан не пришел на помощь. Одно известно точно – супергерои среди нас. Просто выглядят они как обычные люди. Мне нравится, когда меня называют Халком. Это любимый герой моего сына. Мне кажется, я не герой. Я рад, что я оказался в нужном месте, и, наверное, не случайно. Пока в одном городе вытаскивали мужчину из-под машины, жители городка Гамильтон с волнением наблюдали за спасением двух лошадей, которые провалились под лед. Посмотрите, как Гюнтер и Вильгельм мирно жуют сено. Они – жеребцы породы Клайдесдаль и живут на ферме Куайт-Вэлли в городе Гамильтон, штат Пенсильвания. Никто не знает, зачем пару дней назад они решили прогуляться по замерзшему озеру. Там они провалились под лед. Кто-то позвонил в полицию. Спасатели были на месте спустя считанные минуты. В озере прорубили ход. Мы страшно перепугались. Мы не знали, сколько времени они провели в воде. Как они себя чувствуют? Они стояли на маленьком возвышении под водой, то есть им не приходилось постоянно двигать ногами. С помощью спасателей лошади благополучно добрались до берега. Там их ждали десятки волонтеров с полотенцами и теплыми одеялами. Это как у людей. Если ты упадешь в воду, то можешь переохладиться и с ними так же. Вот уже несколько дней Гюнтер и Вильгельм под присмотром ветеринаров. Мы боялись, что они не смогут держаться на ногах, но они уже почти пришли в себя. Теперь ферма укрепляет изгороди. Укрепили все и постоянно наблюдаем за ними. Да, а то ведь не знаешь, что им придет в голову, этим двум искателям приключений. Спасибо, что были с нами. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»